Участниками медиафорума стали победители конкурса журналистских работ фонда «Правда и справедливость», члены Центрального штаба Общероссийского народного фронта, федеральные эксперты и активисты проектов. Среди них Ольга Прищепа. Отмечен ее материал под названием «Большегрузом здесь не место». В статье журналист рассказала о трагедии в поселке Синой Темрюкского района. «Большегрузом было выгодно проезжать через поселок. Из-за этого портилась дорога. Жители были обеспокоены из-за того, что днем и ночью курсируют КамАЗы. Школа, дети пошли в школу, им страшно было переходить через дорогу. И апогеем этой всей ситуации было то, что в сентябре «Большегруз» сбил молодого человека. Вот об этом была статья. Это была серия материалов. И перед Новым годом мы добились того, что повесили светофор мигающий желтым возле школы». В таких неравнодушных здесь более 300 лучших материалов из регионов покажут президенту страны во время пленарного заседания. «Никто не любит критику, никто не любит правду. Но это те, кто на самом деле своими материалами очень много делают для своих территорий. Журналистика в регионах всегда отличалась, сейчас отличается. И она во многом ближе к людям, чем мы видим из своих офисов. А что такое журналистика? По большому счету журналистика – это рассказ о жизни людей». Организаторы форума призывают, особенно молодых журналистов, быть более активными, смело говорить о том, что происходит в обществе. На медиафоруме развернута работа стендов. Они писат заголовками «За честные закупки, регион заботы, служба занятости 2.0». Собственно, это название проектов Общероссийского народного фронта, презентация которых проходит на форуме. Один из таких проектов касается трудоустройства населения. «Совершенно очевидно, что сегодня службы занятости работают в старом формате. Они работают на запрос, на прием обращения, а не на инициативу, на поиск решений, предложений для людей по трудоустройству. Соответственно, проект «Илисёмина» в связи с тем, чтобы разработать оптимальные критерии службы занятости новой». Проекты актуальны и требующие решения. Журналистов просят писать статьи на острые темы. В Общероссийском народном фронте их голос точно будет услышан. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».